3DO 3DO 4DO 5DO 5DO 6DO 6DO 7DO 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 8DO 9DO 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 15 10 10 12 15 15 15 16 15 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 неоднократно заявлял, что от видеоигр он абсолютно далек. В первую очередь из-за нехватки времени, которое он с детства целиком и полностью тратит на занятия музыкой. Этот человек уж точно знает цену времени. Если бы не Роб Кинг, то Ромеро, возможно, бросил бы свои занятия еще в молодости. Как он говорил, закончив консерваторию, почти 10 лет он не мог найти себя в жизни и скакал с работы на работу. Естественно, самый обычный, потому что не видел перспективы в музыкальном образовании, да и никому это особо было не нужно. Но случайное знакомство с Робом Кингом стало для Ромеро спасательным кругом, хоть тогда он сам этого и не понимал. Пол, когда ему было где-то 28, познакомился с ним на вечеринке, и с тех пор они подружились. Роб работал в геймдеве уже с ранних 90-х, но знал толк в музыке. На момент знакомства он играл в рок-группе и был крутейшим певцом. Кстати, рок-карьеру он начал еще в 11 лет, когда 16 и 17-летние пацаны постарше попросили его петь в их группе, поскольку у него был очень сильный голос. Со временем он также заинтересовался музыкальной аппаратурой и саунд-дизайном. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пол же, как известно, был пианистом, который на тот момент искал себя. Безусловно, он рад был шансу вновь проявить себя в музыке, но счел это лишь временной подработкой. Кинг дал Ромеро ровно одну неделю и наставление, что музыка должна быть похожей на средневековую. Ориентируясь на эту лаконичную инструкцию и внешний вид самой игры, Пол начал импровизировать, и Кингу это понравилось. Компания New World Computing с ее первыми героями меча и магии начала свой путь так же, как его и закончила на четвертой части, с очень низким финансированием, но об этом попозже. Пол согласился на эту, как тогда оказалось мелкую подработку за 400 долларов. Наверное, это было самым грамотным финансовым вложением в истории геймдева. Но спустя даже еще лет 10 Ромеро не осознавал ценности своего творчества. Музыка пришлась разрабам настолько по вкусу, что его взяли работать на постоянной основе, но очевидно, что во время без интернета и соцсетей, или какого-то обширного распространения оффлайновых игровых выставок, Пол даже не мог узнать о невероятном успехе героев, и как следствие, своем успехе в России и Польше. В будущем для него это было так же удивительно, как факт того, что по игровой. Именно игровой музыке возможно проводить концерты в реальном мире, причем не в рамках каких-то чисто геймерских ивентов, да и даже в составе целого оркестра. Да уж, когда слушаешь в игре и когда слушаешь отдельно, это два разных ощущения. Музыка из героев обладает своей, вот именно, уникальностью исполнения. Она не похожа на музыку из других фэнтези-игр. Она как раз таки больше похожа на классику. Во-первых, игра старая, и появилась она в то время, когда жанр фэнтези был еще не настолько сформирован, как сейчас. Ну короче, до фильма Властелин колец, который задал миллион процентов тренда всему жанру. С учетом, что сами герои это не первая игра серии, а базируется, как все знают, на RPG Might and Magic. В фэнтези тогда было намного меньше каких-то канонов, архетипов и клише. Сеттинг был более сказочным и более разноплановым. Ну то есть в одном мире могли умещаться десятки раз, миллионы событий, персонажей, типа абсолютно нелогичный микс из всего и сразу. Я вот лично это называю той самой атмосферой старых игр. Следовательно, тогда и не было тренда на эпическую оркестровую боевую музыку, или какую-то мрачно-гримдарковую. К вот этому уже менее сказочному и более серьезному сеттингу герои начали постепенно приходить в третьей и четвертой части. Во-вторых, методичка Пола включала в себя задание сделать музыку красивую, но не чересчур навязчивую. И третья, главная, на мой взгляд, причина, сам Пол Ромеро. Среди композиторов к играм полно реально крутых, талантливых чуваков и чувих, и обычно их как раз выделяет какая-то особенная фишка, какая-то манера что-то делать по-своему, возможно какое-то первооткрывательство или самовыражение в своей музыке. Пол Ромеро начал заниматься пианино в три года, то есть на данный момент его стаж более 50 лет. Первое выступление в 11 лет, первый написанный им лично концерт в 13 лет, который уже транслировался глобально по всему миру, а дирижером был сам Ростропович, который очень сильно хвалил Ромеро и восхищался талантом совсем молодого на тот момент композитора. Можно не продолжать, я думаю. Достаточно понимать, что большую часть жизни Пол посвятил именно классической музыке. Все его выступления в молодости, да и на самом деле во многом и в настоящее время, также связаны именно с классикой. Его целью не было подражание каким-то другим композиторам, создающим просто банальную эпичную музыку, которую мы привыкли слышать сегодня. Вот последние лет 15-20 в фэнтези все стараются писать музыку, как во Властелине колец. Но почему бы не писать музыку, как, допустим, Рахманинов? Есть мнение, что джаз слушают только музыканты, потому что только они его поистине и понимают, и способны оценить. Ну или те люди, которым по барабану они как-то в целом в музло не вслушиваются. Дальше додумывайте эту мысль сами. Музыка из третьих героев примечательна тем, что вы, наверное, не найдете ни одного человека в возрасте 20-30 лет, который бы ее не слышал. Герои 3 одна из самых популярных игр в России. В каждом доме, где был комп, почти всегда была эта игра, как основное блюдо. Ее заглавная тема для русских – это что-то на уровне музыки из Марио. А вот четвертую часть встретили не настолько тепло, но по мнению подавляющего большинства геройского сообщества, в этой части самый лучший саундтрек. Ни одной пропускной композиции, и чем дольше ты его слушаешь, тем сильнее он нравится. В Героях 5 Пол Ромеро не указан в титрах как композитор, однако именно он написал к ним музыку, а Роб был продюсером. Вообще репертуар Ромеро намного больше, чем можно найти в его дискографии и на других сайтах. Просто, по его словам Валакита с копирайтами, это дело очень непростое. Пол, кстати, считает Осты к Героям 5 своими самыми любимыми, самыми эмоциональными и мрачными. Дались они ему также очень и очень нелегко. Когда мы начали Херос 1, мы спросили, можно написать музыку, что звучит из-за много лет назад? Поэтому, что мы первое предложение делали музыку, что имеет харпсихорды, потому что вы не слышали харпсихорды ниже. Это было очень коммунение, 200-300 лет назад, но, когда никогда не слышал хорпсихорды на радио или на ничего? Это просто... это инструмент Это инструмент, который является обслуживанием. Я не использую мою эмоциональную знание о том, как создать эмоциональную музыку. Я использую мою технику. Теоретическое знание. Теоретическое знание – это то, что инструменты может сделать эмоциональную музыку, как в определенное время. Если мы используем тимпанин, 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 но не так много, это маленький группа, что звучит как музыка из 300 лет назад. Потом мы начнем использовать определенные типы, которые в мусорном языке не используют эмоциональную музыку. Это язык, которые используют 200-300 лет назад. И это очень рекомендающий, потому что это зависит на музыку из Бах или Хандель или Вивальди. И я использую эти мусорные композиции для меня изменили, что это делает эту музыку звучать, что делает такой стиль как это стиль. Что делает русский как это большой французский как это произойти Мне нужно произойти звучит из Бароке Первая вещь – инструментация, следующая вещь – типы кордов и типы ноты, следующая вещь – типы паттеров в этой музыке, следующая вещь – пейсинг. Так что это техническое, и тогда оно становится эмоциональным. В фэнтези довольно модно писать тексты на выдуманном языке, не надо ничего учителей нанимать эксперта, да и стихосложение на родном языке – это непросто. Ну и плюс, опять же, Толкин стандартизировал фишку с выдуманным языком в выдуманном мире, вот только сам он был лингвистом, поэтому и получалось у него ловко и красиво. Ни один словарь написал, так что каждое вымышленное наречие подчиняется своей логике, а когда другие авторы фэнтези просто придумывают рандомные слова на ходу, чисто для эффекта тарабарщины, но при этом сколько ситуаций столько и слов – это, конечно, халтура. Композиторы героев не пошли по легкому пути, а тексты этих песен практически полностью состоят из отсылок. Я все детство хотел узнать, в чем же смысл этих песен? Треки с голосом впервые появились во второй части, и уже тогда людям было интересно, о чем же там поют. Темы во второй части написаны именно на немецком языке, причем тексты злых фракций взяты у Ницше, из Заратустры, конечно же, а также из немецкого реквиема Брамса, по чуть-чуть от того и другого. А вот тексты фракций Добра заимствованы в основном из Ветхого Завета, тоже в немецком переводе. Есть огромная статья на сайте mm6world, где переводится и поясняется практически каждая строка песни каждого замка, и там реально все не так уж просто. Если кому интересно, и тут есть ностальгирующие именно по второй части, ссылку на статью я оставлю в описании. С тех времен приблизительная схема написания музыки со словами оставалась неизменной во всех частях героев. А эта тема хаоса тоже из четвертой части. Ведущую вокальную партию исполняет солистка Кэрин Машигейн, или по-нашему она была бы Мушигян, поскольку фамилия армянская. Из неинтересующихся оперой о ней мало кто знает, но театральный репертуар у нее довольно большой. Ее творческими вдохновителями были Поворотти и Уитни Хьюстон, а карьеру в Героях Меча и Магии она начала уже где-то в 16 лет. С Полом Ромеро она познакомилась на юбилее ее дяди и тети, куда Пола пригласили выступать. Выступала и сама Кэрин, поэтому они с Полом довольно быстро законтачили, и он пригласил ее участвовать в записи сундтрека к игре. Ну и вплоть до седьмой части героев, на данный момент последней, она пела почти в каждом треке, где был вокал. Тексты к музыке Музыка из героев написаны на существующих языках и заимствованы в основном из каких-то классических произведений. В приоритете, конечно же, латинский язык. По задумке Роба Кинга, кстати, музыка из героев должна была брать строчки из Библии. Сейчас это уже не звучит как какое-то сверхновое свежее решение, но вспомните какой это был год. Если что, девяносто шестой. Музыка из героев Музыка из героев Музыка из героев Продолжение следует... Продолжение следует... Та самая тема жизни из четвертых героев. Наверное, самое интересное в плане того, сколько людей над ней работало, и вообще, сколько всего в ней есть. Вот этот вот впечатляющий бас-баритон в духе Шаляпина принадлежит солисту Дину Элзинге. Я в детстве лично представлял его как такого вот здоровенного прям квадратного дядьку с огромной бородой, возрастом лет 50, обязательно в рясе, ну собственно как какого-нибудь юнита монаха в самих же героях. Но я не угадал. Обычно в театре он исполняет роли каких-то мрачных или отрицательных персонажей. Партию на саксофоне играет Брок Саммерс, точнее, доктор Брок Саммерс. Трудно сказать, в чем он проявил себя сильнее. С 13 лет он занимается игрой на саксофоне, однако многим он также известен как успешный психиатр, на счету у которого участие в более чем 300 исследованиях. Пол и Брок познакомились в 96-м году, и почти всегда выступают вместе на концертах, посвященных музыке из героев. Так а о чем же, собственно, поют в городе жизни? Некоторые строки заимствованы из средневекового сборника стихотворений Кармина Бурана, или, вероятнее, из одноименного произведения немецкого композитора Карла Орфа. Работа Орфа до сих пор, скажем, цитируется и переигрывается множеством современных музыкантов. Правда, строчки изменены. Причем по одному из мнений не в соответствии с нормами латыни, но осмысленность текста так или иначе есть. Мне нравится, что в пятой части тема замка и тема некрополиса имеют один и тот же мотив, но исполненный по-разному. Замки, олицетворяющие добро и зло. В первом случае мелодия звучит красиво и эпично, во втором – воинственно и мрачно. В доброй версии также есть и вокальная партия, а текст прямиком позаимствован из католической секвенции «Диэс Ирия», что означает «Судный день». Ту же лирику можно услышать и в главном меню пятых героев. Правда, текст там не тот же, но идентичный, взятый из молитвы «Либера Мэ», также посвященный «Судному дню» и повторяющий те же строки. В академической музыке адаптации «Диэс Ирия» ну сколько хотите, а самое известное – это, безусловно, «Реквием Моцарта», тот самый, который он писал всю ночь, а потом умер, короче. Кстати, внимательный слушатель или просто отпетый фанат героев должен был заметить еще один момент, касающийся, собственно, именно мелодии. Моцарта Моцарта Вы уже поняли, что этот трек звучал впервые еще в третьей части, но это еще не все. Мотив оригинального «Диэс Ирия» стал источником вдохновения для Ференса Листа при написании им знаменитой «Пляски смерти», а она, в свою очередь… Ну вы послушайте, послушайте. Возможно, кстати, сходство «Пляски смерти» и отрывка из концовки темы «Некрополиса» послужило причиной одного известного в сообществе «Хоэ Мэмэ». По интернету ходит утка о том, что некая команда фигуристов выступала под музыку «Некрополиса» из третьих героев. Ну не знаю, в это было бы проще поверить, если бы это была еще тема Стронгхолда или Башни, все-таки тема «Некрополиса» более медленная и спокойная. В фигурном катании были эксцентричные музыкальные номера, например, перформанс под музыку из «Тотал Вор Сёгун» или из японского киноблокбастера «Приключения Йо-Йо». А тут уже ревет музыка из фильма «Странное приключение Йо-Йо» и, собственно, произведение, которое называется «Разбить бриллианты невозможно». Но так или иначе свидетельства выступления под «Некрополис» не нашел никто. Но, судя по всему, действительно это была композиция листа. Тем не менее, вещи, связывающие этот спорт и эту музыку, есть. Наша фигуристка из Питера, Станислава Константинова, мастер спорта, призналась, что является большой фанаткой героев. А любовь к этой игре у нее от папы. Любимая фракция, судя по всему, замок. Ну, может быть, благодаря Станиславе когда-нибудь эта история с музыкой Некрополиса таки станет явью. Оркестр Heroes Orchestra, к которому мы вернемся чуть позже, также развил тему Судного дня и выступал со своей версией Некрополиса как раз с этим же текстом. Ракмоденов, «The Symphonic Dances», «Movement 2», «The Symphonic Dances» by Ракмоденов, была большим влиянием на, я думаю, «Тоуэр». Я думаю, «Стронхолд» была влиянием на мой любимый поп-солнечный фильм, из-за фильма «The Valley of the Dolls», из-за 1960-х. А еще эта тема изначально должна была быть темой замка. По крайней мере, это было в демке. Как по мне, подходит довольно неплохо. Но впоследствии от этого решения отказались. В общем, как можно было понять, музыка героев базируется на мировой классике, и в плане лирики в том числе. По словам Роба Кинга, наибольшее влияние на саундтрек Хоэмэм оказали такие композиторы, как Бах, Лист и Рахманинов. Вовсе не удивительно, учитывая, чем композиторы героев занимались всю жизнь. В паре с сцен Соус Парка играла музыка из третьих героев. Но, по крайней мере, большинство себе представляют это именно так. Но на самом деле вы же понимаете, что просто взять и приватизировать чужую музыку, особенно когда речь о телевидении, и тем более мирового масштаба, это совсем непросто и не по закону. Даже если она мне уж очень нравится, и я просто хочу таким образом отдать дань уважения ее автору, короче, когда речь заходит о правах и деньгах, простая отсылка обычной отсылкой быть перестает. Причем зачастую спросить разрешение самого автора тоже бывает недостаточно, поскольку любая музыка и вообще любой популярный контент почти всегда защищен многочисленными слоями из всяких лейблов, правообладателей и т.д. и т.п. Причина подобных совпадений в том, что разработчики часто используют одни и те же музыкальные библиотеки и ассеты для коротких фрагментов, если релиз их, допустим, игры, ограничен временем, бюджетом, ну или иногда фантазией. Отсюда вытекают другие аналогичные последствия, что одни и те же мелодии, а чаще даже просто звуковые эффекты, мы слышим сразу и в игре, и в кино, и в рекламе. Есть предположение, что фрагменты из Героев 3, но которые писал не сам Пола Ромеро, ну типа там знаете, на подборе предметов, подходе к зданиям и прочих моментах, где играет какой-то коротенький 3-4 секундный аккорд, принадлежат некой Лиззи Блум Коэн, которая создает свои музыкальные библиотеки под продажу, как раз для описанных выше случаев. Для того, чтобы вы просто нужны 10 секунд из музыки, я даже не бесплатно с тем, что маленькие. Если вы спросите у фаната Героев 4, какая его самая любимая музыкальная тема, то каждый ответит свое. Многие любят тему Академии, или тему природы, у которых такое сказочно-волшебное настроение, или вот эти вот кельтские мотивы на карте приключений. Но я уверен, в 90% случаев вы получите ответ. Морская тема, которая звучит при погружении на корабль и путешествию по воде. Я думаю, вы помните ощущение, когда услышали ее первый раз в игре. Типа, когда настолько круто, что даже не знаешь, какая должна быть эмоция. Но тут вообще можно говорить бесконечно, потому что эта мелодия мало того, что получила абсолютное обожание фанатов, но еще и обросла какими-то просто нереальными легендами о своем происхождении. Мол, что это какая-то старинная пиратская песня. Я напомню, а для незнающих укажу, что этот так называемый пиратский мотив, помимо Героев 4, также звучал в игре Пираты Карибского моря. В аниме 12 королевств, еще его замечали в игре Занзара, и в видосе с Пистолетовым, где просто взяли кадры его клипа из России в Украину и зачем-то наложили этот трек. Именно геройская версия считается самой популярной и каноничной, но в принципе она и звучит наиболее ритмично и насыщенно. В отличие от других версий, которые на самом деле, конечно, тоже хороши, но здесь каждую секунду вступают новые инструменты, и струнные, и духовые, что с каждым разом только усиливает этот эффект эпичности. Но вы уж, наверное, догадались, к чему идет история, по примеру, с Саус Парком. Коли уж не было времени сочинить музыку с нуля, Пол и Роб выжили максимум из имеющихся заготовок. К слову, этот трек также является иллюстрацией истории создания Героев 4 и финансового краха New World Computing, последней игрой которых было именно дополнение к четверке — Вихри войны. Цитата из Вики. «Несмотря на сжатые сроки и тяжелые условия разработки, игра имела успех». Ну таки да, основная проблема сырости и провала четвертых Герочей в первую очередь упирается не в ее нововведение и упертость аудитории, а как раз вопрос бюджета и ограниченного времени. Это не могло не затронуть и саундтрек, который, тем не менее, хуже от этого не стал, да еще и у большинства фанов, опять же, считается самым лучшим в серии. Я лично какой-то проблемы в сэмплировании или заимствовании не вижу, если это сделано качественно и звучит хорошо. Сейчас почти вся музыка так и сочиняется, просто подход может быть разный. Мелодия из морской темы переиздавалась в разных библиотеках в разных видах, в 2007 и в 2012, однако оригинал, который, судя по всему, взят из библиотеки AMG Complete Celt, был написан в 2001, как раз за год до выхода четвертых героев, аниме «12 королевств» и за два года до выхода «Корсаров». Судя по всему, в музыкальном сообществе этот сборник оказался настоящим хитом. Сэмплы этого сборника также звучали и в игре Black & White, Medieval Total War и даже в линейке. В общем, в играх, релизнутых в самом начале века. А этот диск очень сильно полюбился японцам, которые использовали его фрагменты в аниме Fairy Tail и, внимание, Наруто. Некоторые рок-банды также успели его засемплировать. Например, группа Darkseed в своей песне Rain of Revival. Причем так красиво завернули, что не отличишь от голоса вокалистки. Выход песни также приходится на 2003 год. Но это, кстати, не значит, что AMG Celt вышел из актуальности. Всего пять лет назад знакомые мелодии звучали на острове Скеллиге в Ведьмаке 3. Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то подметил сходство этой мелодии с шотландской песней 18 века «Фир Абхата» «Лодочник» за авторством профессора лебедяной некой Джин Фин Лайсон, которая посвятила ее своему возлюбленному, собственно, лодочнику. И по одной из легенд она в итоге таки вышла за него замуж. Помимо похожести в звучании и манере исполнения, композиторы из CD Projekt Red даже написали текст, который начинался с тех же строк, что и оригинальная «Фир Абхата». Ну это, короче, уже и другая игра, и другая история. Короче, я к тому, что все уже придумано до нас. Диана «Фир Абхата» Субтитры создавал Дима Тиану Субтитры создавал Дима Тиану Субтитры создавал Дима Тиану И все остальные джиггеры в мире Сделали это в их действии. Даже если это из-за оригинального джиггера, они всегда смотрят на самую красивую балл, с всеми персонажами. Потому что каждый джиггер в мире любит эти же джиггеры. Так что происходит. Вообще рекомендую заценить очень подробную подборку на канале Golden Phoenix, там чуть ли не все саундтреки из игр, аниме и песен, где использовались сэмплы из AMG Complete Celt. Известно, что тема оплота из третьих героев базируется на армянской национальной музыке. Казалось бы, этот замок ближе всего к какому-нибудь толкинскому кельтскому настрою, и как раз здесь было бы уместно обратиться к той же библиотеке, но Пол предпочитал писать музыку конкретно для замков полностью самостоятельно и с нуля. Интерес к армянскому фольклору у Пола от его близких друзей и музыкальных единомышленников из… Армении, с которыми они тогда репетировали вместе, играя их народную музыку. Возможно, тут, кстати, есть и заслуга Карины. Тоже можно сказать и про тему природы из четвертых героев, где природа по сути является аналогом оплота, поскольку и инструменты, и хук этой композиции очень похожи на музыку из предыдущей части, но уже с вокалом и несколько большей проработкой. А вот тема эльфов из пятой части уже похожа на какую-то, наверное, турецкую и имеет более боевой мотив. Кстати, причина манипуляций с библиотеками сэмплов не только в том, что кельтская музыка способна вытащить любую фэнтези-апмосферу. Вопрос еще в том, что найти музыкантов, виртуозно владеющих народными кельтскими инструментами не так уж и просто. Да в принципе, всякие инструменты, связанные чисто с народной музыкой – это вещь нелегкая. Понятно, что кружки по гитаре или пианино есть в каждой школе, много кто ходит в музыкалку, но какую-нибудь волынку порой не то что освоит, но и найти та еще задачка. Подтверждением служит, кстати, совсем недавний инцидент на презентации Ghost of Tsushima на E3 2018, когда компанию Sony и американского музыканта на ней выступавшего обвинили в том, что он, мол, играет на традиционной японской флейте – Секухати, а это, мол, не аутентично. Правда, потом оказалось, что виртуозов этой дуды в мире не так уж и много, поэтому на E3 пригласили именно американца, а тут надо было сразу собрать целый оркестр, с учетом, что и времени нет, да и у самих героев какого-то бешеного финансирования никогда не было – 400 долларов. Мой партнер, Брок Соммерс, играет saxophone. Я сказал, ну, почему-то, 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 почему-то идти и играть на muddyолотом, потому, что я не возмущай мне ничего, и, так что я могу получить за приглашение музыканта, чтобы играть. И так же, ребят, почему-то на них было из-за того, почему-то угрого в «Хероин и магия» и я думала, что это было очень экономичное. Я. Первый свой концерт геройской музыки Ромеро дал в 2011-м в Будапеште. И то это был не столько большой концерт, сколько маленький бенефис. Небольшая комната, одно пианино и попури на один часик. Но во что это переросло в дальнейшем, вы уже поняли по вставкам с оркестром, которые я юзаю весь видос. Heroes Orchestra — это так называемая кавер-группа, или точнее кавер-оркестр из Польши, из Варшавы. Его дирижером и, судя по всему, создателем проекта является Матеус Альберский. Оркестр начинал с записи роликов на YouTube, а потом перешел на живые выступления, в том числе вместе с авторами саундтрека к героям. Отличительной фишкой геройского оркестра является написание текстов для своих аранжировок, а также имидж, который вроде и подходит по тематике героев, но при этом не нарушает театральную атмосферу. Также Пол выступает вместе с оркестром Кагмо, Cinema and Game Music Orchestra, музыкальным коллективом молодых и талантливых исполнителей, играющих Нео-классику из, как понятно из названия, Игры Кино. Именно с ним у него должен был состояться концерт в этом году, который был перенесен аж на 2021-й, в связи с Неделей Чумы. Также нельзя не упомянуть разработчиков мода Horn of the Abyss, который фактически вдохнул жизнь в третьих героев и продолжает ее поддерживать. Конечно, я про одного из лидеров проекта, Доцент Пиколян, также являющийся композитором для Хоты, написавшим музыки для нового и грядущего замков, а также ландшафтов. Доцент – человек не меньшей культуры, чем авторы оригинальной музыки. Он – пианист с двумя высшими образованиями, также всю жизнь занимающийся и зарабатывающий игрой на пианино, но не в рамках Хоты, поскольку это чисто НЕ коммерческий проект. Саундтрек из Horn of the Abyss абсолютно аутентичен и звучит так, будто был в оригинале все время. Автор объяснил это тем, что посвятил некоторое время анализу оригинальной музыки, а поскольку она все-таки максимально близка к классической, понять музыкальный язык Пола Ромеро было не очень трудно. С помощью миди-клавиатуры и Cubase Доцент создал треки для Причала, Пустошей и Высокогорья. Мне, кстати, темы Причала и Пустошей казались какими-то знакомыми, но автор подтвердил, что все написано с нуля и ничего и ниоткуда он не заимствовал. Наверное, это и есть пример того самого общестандартного музыкального языка. В принципе, от независимых музыкантов тоже немало каверов на саундтрек из Хоэмэм, причем очень многие из них в исполнении русских, что неудивительно. Особенно рекомендую обратить внимание на канал Дрианте, поскольку Челик использует много народных инструментов, ну и вообще каких-то дудок непонятных. Зацените вот просто вот эту шарманку, ей бы РГБ-подсветку и вообще было бы найс. В общем, найти много интересного в дополнение и к без того великому саундтреку труда не составит. Сегодня Пол охотно дает интервью, продолжает писать музыку для игр, но по-прежнему занимается и увлекается классикой. Ну еще бы, дело всей жизни в конце концов. Открытым остается лишь один вопрос, что если бы не те самые 400 долларов в 95-м году? Если вы хотите, чтобы подобный контент был на канале почаще, можете в первую очередь помочь репостам. В самих видосах я об этом не так часто прошу. Ну и не менее, в первую очередь можете помочь либо донатом, либо спонсорской подпиской на любую сумму. Все ссылки я оставлю в описании. Также, если вам интересно посетить концерт Пола Ромеро в России в 2021, я тоже оставлю ссылку. Привет за масштабным российским игрокам. Спасибо, что играете игры-херос. И спасибо, что слушаете мою музыку. Спасибо, что слушаете мою музыку. Субтитры сделал DimaTorzok. It's going to be great, and thank you for waiting. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok